Зимой на пляже не позагораешь, а красивый бронзовый оттенок кожи все равно хочется. Вот и Евгения Шкодина считает, что на смуглом теле меньше видны шрамы, растяжки и родинки. Я хожу в спортсал и дополнение моего образа я хожу в солярий, потому что меня привлекает, допустим, более загорелое тело, а когда у тебя есть рельеф и загар, это красиво. Многие думают, что ультрафиолет подтягивает кожу, способствуя ее омоложению. Однако врачи предупреждают, это кратковременный эффект. Даже естественные дозы облучения вызывают фотостарение. Но если вы решились загорать под лучами искусственного солнца, узнайте сначала, оборудована ли кабинка коллагеновыми лампами, которые способствуют выработке меланина, предупреждают развитие процессов старения и улучшают эластичность кожи. Человек заходит в кабину, у администратора выставлено уже время, ему стоит вношать только одну волшебную кнопочку, запускается процесс. Сама процедура занимает 5-7 минут, но все зависит от цвета и типа кожи. Для того, чтобы загар лег ровно и надолго, а кожа не покрылась пятнами, ее необходимо подготовить, сделать депиляцию, скрабирование и дополнительно увлажнить. Другое дело, что дерматологи к такому способу загореть относятся скептически. И в большинстве случаев рекомендуют не злоупотреблять солярием или, по крайней мере, посещать его нечасто. Если уже человек решился на использование солярия, то процедуру нужно проводить только в сертифицированном салоне, в клинике, где есть лицензия, где есть лицензия на медицинскую деятельность, где есть лицензия на сам аппарат, где есть сертифицированные документы на те лампы, которые используются в солярии, потому что они тоже имеют свой срок годности, они имеют свои качественные сертификаты. И только это может служить залогом правильного приема солярия. Кроме того, обязательно нужно накануне проконсультироваться с врачом. После посещения солярия в течение четырех часов не стоит принимать ванну, пользоваться скрабом и идти в сауну. Александр Кононов, Алексей Семенов. Утро нового дня.